Субтитры создавал DimaTorzok Когда ребята, даже Валера не знает, когда ребята мимо на игру проходят, я просто смотрю, далека смотрю на них, и стараюсь всеми силами передать свою энергию. Вот все, что у меня есть, каждому из них передать свою энергию. Может быть, это самоуспокоение, конечно, это не получалось, не срабатывало. Но вот такой же, вот сейчас думаю, пойдут ребята, смогу ли я вот так же, как тогда, все мысли, энергию, всю свежесть, которая у меня есть, накопилась энергией, передать им. Нет, уже не смогу. Но вы действительно ведь сжигали всего себя, как сжигал условный Высоцкий, то есть всего себя. Может быть, стоило немножко экономнее расходы, понимая, что вот энергия, она есть, а я может передать относиться к себе. Это значит думать о себе, а не на ко мне, это нельзя было. Я по-другому не умел и не умею, поэтому и закончил работать, когда я понял, что нужно беречь здоровье, беречь себя где-то. Мне, как вот, глаза смотреть ребятам, если я буду себя беречь. Нет. То есть на тренингском посту это невозможно? Практически невозможно. Ну, смотря как, если ты искренне работаешь, если ты хочешь, чтобы у тебя ребята росли, если бы у тебя команда что-то выигрывала, то невозможно. Если ты хочешь, разные тренеры есть. Кого-то устраивает, есть должность, есть оклад, есть хорошая команда, сиди спокойно и пусть они играют. Вы вообще о чем-то жалеете, о чем-то прошлое? Ну, это, как англичане говорят, о прошлом жалеть нельзя. Ну, что-то бы, конечно, хотелось, где-то, чтобы больше, что я не так сделал. Что-то по-другому, что-то изменили, если бы вот... Ну, что-то... Была машина времени. Конечно, кто-то, что-то, да довольно много сделал не так, но если вернуть назад, я бы сделал так же, потому что я не знал, как сделать по-другому. Конечно, у меня многие футболисты не доиграли, на мой взгляд, и по моей вине, пусть не обижается Валера, его талант гораздо выше, чем он его реализовал. Да, он один из лучших, самых технических игроков Европы был, здесь он звезда был, но где-то, может быть, мы тоже могли повыше уровня того же Кройфа уровня. Безусловно, конечно, да, безусловно, согласно. Травмы или только травмы? Ну, в основном, да, в основном, конечно, колено у меня так подводило, вот, не то, что подводило, а просто не мог играть там спустя рукава. Играл так, что даже три года я играл с порными связками. За счет того, что я закачивал мышцу переднюю, мышцы бедра, я играл. Когда я приехал в Ливеркузен, сначала на осмотр к врачу, ну, посмотрел, говорю, как ты ходишь вообще? Просто непонятно. Я говорю, я три года играл. Он говорит, ну, понятно. Естественно, сразу на операцию, вот, и потом вот, как бы, так восстанавливался. И как вот с такими игроками можно было работать мне, как тренеру спустя рукава? Я это все знал, но, увы, а ему же не докажешь, что это через боль нельзя. Николай Иванович, играть, когда у тебя здоровье не полностью позволяет? Нет, неправильно. Но мне не верили таких, как Кетченов, я говорю, чем... Ну, говорил ребятам, многие, укол поставьте мне, когда доктор, вот он просит укол. Я говорю, да ни в коем случае, ни в коем случае. Укол обезболивающий, он просто боль снимает, игрок через те же движения делает, только он боли не чувствуется, и дорывает свои мышцы, дорывает свою связку. Это исключено было. Ну, некоторые, есть игроки, которые завышали свою травму, вот, ну, не знаю, там и травмы-то никакой нет. А он и к врачу, и за это хватается, и за это хватается, за что только не хватается, и вот лечит. Саша Чевадзе такой был у нас грузин, когда в сборной играл. Хороший мой приятель, до сих пор мы с ним так перезваниваемся иногда. Ну, вот у него такая, как традиция была, вот перед серьезной игрой он обязательно по кругу бегает, что-то у него болит. Ну, обязательно что-то. Но играет, и играет всегда здорово. А почему? Потому что если он вышел больной, ну, играть, говорит, буду. Вышел больной, сыграл плохо? Скажут, ну, елки-палки. Он, конечно, с травмой, как он мог хорошо сыграть? А сыграл хорошо? Ну, Саша, посмотрите, несмотря на травму, сыграл хорошо. Вот это то.